МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Индекс программа постфактум. Мы расскажем о преступлениях, правонарушениях и ДТП, которые произошли в нашем регионе за последнее время. Начнем сегодня с резонансного дела. 1 марта в городе Барановичи сотрудники ГЛАНУ Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД во время получения незаконного денежного вознаграждения задержали директора Барановичского станкостроительного завода филиал ЗАО «Атлант» и начальника бюро коммерческого отдела. Подробнее о произошедшем в следующем материале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУБОПИК получили оперативную информацию о существовании коррупционной схемы на бараночком со строительным заводей, который является филиалом закрытого акционерного общества «Атлант». Ежегодно руководители этих российских коммерческих субъектов хозяйственных за своевременное исполнение договоров поставок передают должностным лицам филиала «Атлант» незаконные денежные вознаграждения, так называемые откаты в виде определенного процента от суммы годового товарооборота. Деньги передавались через посредников. 1 марта в ходе проведенных мероприятий с поличным при получении 600 тыс российских рублей в своем рабочем кабинете был задержан директор филиала завода «Атлант». Во время задержания он забаррикадировался в своем рабочем кабинете и предпринял попытку избавиться от полученной взятки. Ну, значит, ко мне зашел Дмитрий Леонидович, дал сумму, ушел. В этот же день был задержан начальник бюро коммерческого отдела этого же завода, который получил взятку в размере 330 тыс российских рублей. «Вот же они». «То есть, это денежные средства. Какой здесь сумма?» «Какая здесь сумма?» «Остальные где?» «Ну, я доллары купил». «Это вы поменяли уже, да, так понимаю?» «Оба подозреваемых задержаны, водворены в ОС. В отношении их возбуждены уголовные дела за получение взятки в крупном размере. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на становление всех причастных к коррупционной схеме лиц». В Барановичах сотрудники милиции помогли мужчине, в авто которого разрядился аккумулятор. Водитель приехал из Гомельской области в гости и оставил машину на парковке. Утром уехать домой он не смог, поскольку в автомобиле разрядился аккумулятор. Все попытки запустить двигатель были безуспешными, и мужчина обратился за помощью в милицию. На его просьбу откликнулись сотрудники патрульно-постовой службы. Они помогли подзарядить аккумулятор авто, после чего водитель смог благополучно отправиться в путь, поблагодарив их за оперативную помощь. Жителя Барановичей обокрали случайные знакомые, которых он пригласил в гости. В дежурную часть Барановичского ГУВД обратился 35-летний местный житель и заявил о пропаже телевизора. Заявитель познакомился с тремя молодыми людьми на улице и пригласил их в гости. Во время застолья между хозяином квартиры и новыми друзьями произошел конфликт. Употребив большое количество алкоголя, хозяин уснул. Проснувшись утром, Барановичанин заметил пропажу своего имущества и обратился за помощью в милицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершили гости мужчины. Уходя из квартиры, новые товарищи прихватили с собой телевизор, который один из них хранил в подвальном помещении и планировал продать. Следователями дана правовая оценка их действиям. Мор рыбы произошел в Ляховичском районе, как сообщает пресс-служба МЧС. 24 февраля поступило сообщение об обнаружении мора рыбы в милиариативном канале возле деревни Тухович Ляховичского района. Работниками Ляховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследована акватория. Видимые загрязнения, поверхности воды не выявлены. Взяты пробы воды для проведения анализов. Утром 26 февраля в Центр оперативных управлений Баранжевского ГРУЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля Peugeot 307 2003 года выпуска, который находился на автостоянке по улице Чурилина. К моменту, когда на место возгорания прибыли расчеты МЧС, горящий автомобиль потушили прохожие. Спасателями произведено отключение аккумулятора, контрольная проливка дымящихся элементов. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, передние элементы конструкции автомобиля, крылья, капот, бампер. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает, что в случае обнаружения загорания необходимо немедленно звонить в службу спасения по номеру 101 или 112. Ночью 27 февраля произошло загорание хозяйственного строения на улице Криничная. Происходило открытое горение кровли хозяйственного строения. Была угроза распространения пожара на соседнее здание. Хозяйственное строение, блочная кровля, шиферная, по деревянной обрешетке, не электрифицировано. Его принадлежность устанавливается. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рано утром 1 марта произошло загорание строения в деревне Капани Барановического района. Происходило горение дома. Хозяйка при этом находилась на улице. Жилой дом деревянный. Хозяйка 1940 года рождения. Пенсионерка. Проживает по данному адресу. В результате пожара дом полностью уничтожен. Хозяйка дома получила ожоги рук и лица. Госпитализация она отказалась. Причина пожара устанавливается. В одном из частных домов в переулке Славном спасатели и сотрудники милиции обнаружили обгоревший труп владельца. Когда произошел пожар и что стало причиной возгорания, пока не установлено. Это уже восьмой трагический случай на пожаре с начала года на территории Барановичского региона. Всего в 2021 году в городе и районе зарегистрировано 28 пожаров. Очередной жертвой стихии стал 49-летний житель одного из частных домов в переулке Славном. Утром 1 марта в Барановичный Гручес поступило сообщение из ГУВД. С просьбой о содействии необходимо было открыть входную дверь в одном из домов частного сектора в переулке Славном. В милицию обратились жильцы частного сектора, которые рассказали, что в доме их соседу уже более двух недель и днем и ночью горит свет. Дверь же запертую изнутри никто не открывает, а на связь хозяин дома также не выходит уже давно. В дом спасатели проникли через окно, отжав стеклопакеты. Признаков задымления в этот момент не было. В кровати же в одной из комнат сотрудники МЧС и правоохранители обнаружили обгоревшее тело 49-летнего хозяина дома. Мужчина жил в доме один. Постоянно нигде не работал, иногда подрабатывал в частных фирмах. Причина и дата возникновения пожара устанавливается. 28 февраля на улице Вильчковского поздно вечером произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым, выходивший из окна квартиры на втором этаже. Во время пожара огонь уничтожил мебель и другое имущество. В одной из комнат также закончили стены и потолок. Владелец жил площади, во время происшествия не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В средней школе номер 19 состоялся финальный этап акции «Единый день безопасности» в программе демонстрации спецтехники МЧС отдела Департамента охраны и Барановича Межрайгаза. Самым эффектным и зрелищным моментом мероприятия стала импровизированная ликвидация пожара. Сотрудники Барановичского гороотдела по чрезвычайным ситуациям устроили зрелищное шоу. Мероприятие в рамках «Единого дня безопасности» состоялось на базе средней школы номер 19. Перед присутствующими с информацией профилактического характера выступил представитель МЧС. Огнеборец говорил о недопустимости небрежности, о простых правилах безопасности жизнедеятельности. Была затронута и тема детской безопасности. В своем выступлении спасатель подчеркнул, что виной всему родительская беспечность и отсутствие контроля. Акцентировал внимание взрослых на недопущение оставления малолетних без присмотра. Призвал взрослых обучать малышей о замбезопасности с раннего детства. Ребятам также напомнили ключевые правила безопасного поведения дома, в школе и на улице, алгоритм действий в случае ЧАЭС, номера экстренных служб. Также в программе была демонстрация спецтехники ГРОЧС, отдела департамента охраны и Межрайгаза. Каждый смог познакомиться с уникальными автомобилями и оборудованием экстренных служб города. В 12.43 прозвучал сигнал «Внимание всем!» Учащиеся работники школы срочно эвакуировались. Педагоги с классными журналами шли впереди вереницы своих учеников, а ребята, взявшись за руки, не толпясь и не мешая друг другу, следовали за своими учителями. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива школа эвакуировалась за считанные минуты. Самым эффектным и зрелищным моментом мероприятия стала импровизированная ликвидация пожара. С помощью огнетушителей спасатели погасили пламя на огромном противне. Мероприятие прошло ярко, интересно, полезно и привлекло внимание жителей северного микрорайона. Поезд, следовавший на Барановичи, столкнулся со стадом лосей. ЧП произошло утром 28 февраля. На встречу поезду, следовавшему по маршруту Брест-Минск, вышло стадо лосей. Избежать столкновения с животными не удалось. В результате одно из них погибло. Среди людей никто не пострадал, поврежден электровоз. Кроме того, происшествие обернулось 50-минутной задержкой поезда. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова